Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Деревенские будни. Сегодня мы будем устанавливать подогрев двигателя на Ниву Шевроле. Сейчас все увидите, все по порядку. Так, для начала все я закупил, все что нужно. Шланги, переходники, штуцеры, в общем вот такие вот штуцеры имеются. К сожалению цельного не нашлось, пришлось покупать раздельные, вот на 20 и вот на 16. Вместе они соединяются вот так вот резьбовым соединением. Что я сейчас сделаю, намотав вот такой вот герметик, нить и плюс еще использую вот такой термостойкий герметик. Кстати хорошая штука, это не реклама. Сейчас я соединю вот эти два штуцера между собой и у нас получится одно целое. Сначала намотаем вот эту нить. Можно конечно и вообще без герметика обойтись, просто вот этими ниткой. Ну вот так для надежности уже сделаем, чтобы было все путем. Слегка так нанесу. Чуток. Вот что у нас получилось. Два вот таких вот штуцера. Напомню, что с этой стороны 16, с этой стороны на 20. Сейчас мы будем соединять шланги. Так вот шланг на 16, а вот шланг на 20. Как раз подходит. Речь идет вот о таком подогреве двигателя на полтора киловатта. Это подогрев двигателя LUNFEI. Подогреватель, по-другому можно хоть как назвать. В общем он с помпой. Сразу, когда его включаешь, он гоняет жидкость по кругу. Здесь находится ТЭН на полтора киловатта и помпочка. И помпочка засасывает жидкость и гонит ее по малому кругу двигателя. Тем самым ускоряет нагревание, потому что есть пассивный, так сказать, подогреватель без помпочка. А есть активный, то есть вот с помпочкой. И лучше будет. Лучше нагревается жидкость. Быстрее. И двигатель прогревается быстрее. Ну чтобы он пробовал сейчас, будем ставить это в разрез печки. Сейчас на месте все покажу. Так, вот двигатель. Сначала я думал с этой стороны поставить его. Туда вот через сливное отверстие. Потом сюда. Но подобного штуцера так я не нашел нигде. Только в комплектах. Комплекты стоят бешеных денег. Поэтому было решено поставить подогрев именно в разрез обратки печки. Вот два шланга идет. Вот там, который идет с блока. Это идет подача на отопитель. А вот этот шланг, это уже с отопителя в термостат. Вот он сюда проходит. Но что нужно сделать? Чтобы туда добраться, скорее всего, я вот этот ресивер сниму, чтобы было бы удобнее работать. Можно, конечно, не снимать. Но лучше снять. Удобнее так работать. Вот там надо разъединить шланг. Вот там вот. И посмотрим, либо там разъединю, либо сюда уже воткну шланг. Но что я хочу сделать? Хочу сделать так, чтобы полностью не сливать весь этот антифриз. Ну, то, что вот здесь вот сверху, может быть, солью через верх, сколько сольется, чтобы весь не сливать. И таким образом будем работать. Подогреватель поставим вот в это место, чтобы вот здесь вот стоял. Вот таким вот образом. Вот примерно вот так вот он будет стоять в этом месте. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Походу уже будем смотреть, что здесь и как закрепить. Делаем все на открытом воздухе. Сегодня морозец такой, поэтому приходится как-то смиряться с этим морозом. Ветер еще сильный. Но что делать? Все равно нужно делать. Так как гаража у меня нет, приходится все на улице делать. Нет, гараж есть. Вот он. Но он занят. Занят он у нас там. Мастерская у нас там. Вот. Короче, о чем я говорил. Вот от печки обратка идет. Здесь она соединяется и идет в термостат. Вот именно вот в этот разрез нужно поставить подогреватель двигателя. Но мы вот это все в дело вынесем вот сюда, вот наружу. Здесь вот наружу сейчас все пойдет. Как это сейчас сделать? Попробовать так, чтобы не сливать весь антифриз? Не знаю. Сейчас вот сюда какую-нибудь тряпочку положу, чтобы сюда не попала вода. Так, сначала откручиваю здесь. Нет, не получится, потому что там головка винтика с той стороны. Наверное, придется... Оно как-то закрепляется, закрепляется. Вот оно крепление. Вот этот патрубок крепится. Если только вот это вот открутить, вернее, вот этот вот хомутик отжать, снять сланг и польется с этой стороны. Нет. Тогда придется сделать следующим образом. Вот здесь откручиваем. Здесь я откручиваю, здесь обязательно польется тасол антифриз. Быстренько откручиваю, затыкая вот в термостате вот этот вот отвод, чтобы сюда не полилось. И с этого шланга, с отопителя частично, сейчас какую-нибудь посудину возьму и солью в посудину сюда. Попробую так. Сейчас откручиваю здесь, этот шланг, быстро поднимаю вверх, так вот, чтобы с печки пока не текло, потечет с термостата. Термостата сразу надо будет закрыть. Ну, рукой просто заткну пока. А с этого шланга сейчас сюда вот в эту посудину солью и потом в эту бутылочку буду сливать. Ну, там немного выйдет. Ну, совсем немножко, там даже это, наверное, не наполнится. Вот. Главное, чтобы сверху не текло. И таким образом мы немножко сольём антифриз синтек. Короче, называется красного цвета. Так что лишние капельки нам на землю нежелательны. Ну, сколько-то всё равно прольётся. Начинаем. Операция... Операция дыбак. Так. Ну, конечно, всё прикипело маленечко, но... Вот, видишь, потекло маленько. Так, сейчас я варежки сниму. Замочу их. А ты куда сливать будешь? Вот в эту. Сейчас, конечно, польётся чуть-чуть. Подожди. Под низ подложу что-нибудь пока. Так, чтобы... Вот этим местом пальцем у тебя палец маленький. У тебя не заглушишь она, большая диаметром. Надо просто рукой придавить так. Тут ничего у тебя не сломают? Ну, постарайся. Чтоб не сломать. Ну, вот так пальцем заткни. Вот, палец. Пальцем большим. Затыкай. Затыкай быстро. О, всё. Держи. Сейчас, я пока... Соргаюсь сюда. А тут ничего и не бежит. А тут ничего и не бежит, ребята. А бежит-то всё оттуда так. Ну-ка, отпусти меня. Так, значит, что мы сделаем? Зря переживал. Тут вообще совсем капелька стекла отсюда. Отсюда вообще ничего не бежало. Ну и всё, нашим лучше. Сейчас будем всё это отводить сюда в сторону. Так. Ну всё, установил. Не знаю, как тут закрепить. Но вот пока так она стоит. Сам подогреватель ниже расширительного бачка. Я надеюсь, сейчас всё заполнится. Сейчас мы её сначала... Немножко я подолью антифризы сюда. Заведу машину. Прогоню, чтобы воздушную пробку прогнать. И потом заглушу и попробую включить, как она будет работать. Если с водой, она работает бесшумно. Почти. Ну, тихо-тихо так шумит. А без воды помпа гудит сильно. Поэтому сейчас будем пробовать. Сейчас посмотрим, нет ли нигде подтёков в соединениях. Ну, по сути, герметик-то он должен схватиться. Он уже должен схватиться. По времени-то. Ну, что, пробуем. Запускаем движок. Так, смотрим. Ну, пока не замечаю подтёков. И в шлангах, и в соединениях. Так. сейчас интересный момент двигатель я заглушил и включаем подогреватель вот заработал заработал работает он так такой тихо тихо шумит помпа слышно как гоняет жидкость и вот подогрев слышно как он нагревается чувствуется так подтека в соединениях пока не наблюдается в общем принцип работы какой повторюсь опять же подогреватель врезан в обратку печки ну или отопителя салона в общем вот по этой магистрали идет термостат то есть обратка а в печку поступает с блока цилиндров горячая вода ну горячая жидкость ну пусть вода не важно в общем антифриз и на заглушенном двигателе здесь происходит обратный момент такой потому что подогреватель врезан именно таким образом что он засасывает со стороны термостата жидкость охлаждающую гонит ее в печку гонит через печку и загоняет в блок цилиндров естественно здесь в этой магистрали уже идет нагретая жидкость и уже нагретая жидкость идет через печку и в блок цилиндров поступает таким образом вода циркулирует потом снова сюда туда и в общем вот так вот она поступает и таким образом происходит циркуляция и по мере прогрева жидкости двигатель тоже нагревается но это конечно не сразу все может быть кто-то говорит что достаточно полчаса чтобы двигатель нагрелся здесь стоит терморегулятор который по мере нагревания насколько я знаю по паспорту до 70 градусов нагревается жидкость он отключается потом по мере остывания то ли в районе 50 то ли 60 в общем на паспорт смотреть снова включается подогрев также включается помпа одновременно и снова циркуляция происходит таким образом поддерживается температура двигателя на заглушенным ну в общем при заглушен двигателе сейчас двигатель у нас холодный был и вот сейчас вот руку приложил здесь тепло нагревается помпочка работает и в коем случае ни в коем случае не заводить двигатель при включенной помпе потому что опять же повторюсь здесь циркуляция при заглушенном идет в обратку ну вот так вот наоборот другую сторону а при заведенном двигателе жидкость вот так циркулирует другую сторону то есть сначала сбоку цилиндров через печку и сюда и получается если не выключить то получится так сказать встреча то есть это туда гонит а двигатель сюда гонит ну чревато либо тут по трубке выдавит либо где-то что-то порвет поэтому ни в коем случае не включать при заведенном двигателе помпу подогрев ну слушай хорошо нагрелась нормально я до этого проверял ее включал на работала хорошо жидкость циркулирует все нормально слава богу теперь нам морозы не страшны сколько он проработает опять же показывать время помощью вот этого вот в водяного подогревателя жидкостного тут прогревается вся водяная рубашка двигателя полностью вся система охлаждения подогревается вся жидкость но за исключением радиатора но радиатор на подогревать главное что подогреть вот этот вот потому что про холодном термостат он закрыт не пускает жидкость в радиатор и охлаждающая жидкость ходит по малому кругу это когда уже достигает 83 градуса охлаждающая жидкость то открывается термостат и и жидкость уже идет через радиатор ну нам главное двигатель прогреть это самое главное уже на заведенном двигателе все пока ставлю так принципе она не мешает тут принципе такой вибрации нет ни об чем не брякает если будет где-то брякать ну посмотрим хомутиком где-нибудь так пристегну и подогрев держится именно на шлангах шланги жесткие армированные ну хорошие качественные вот будет хлепать хлепать где-нибудь так вот где-нибудь пристегну и все так нормально держится замечательно для чего нужен подогрев двигателя для того чтобы продлить ресурс двигателя потому что сильные морозы я же не говорю уже про слабый там минус 5 9 когда даряет минус 25 30 ниже естественно в морозы когда двигатель запускаешь для двигателя это очень большой просто большой стресс так сказать для самого металла так как при морозе металл очень сильно сжимается при нагревании металл расширяется и поэтому когда запускаешь холодный двигатель ресурс двигателя очень сильно снижается естественно двигать проходит просто меньше положенного ну короче двигатель мало проходит вот поэтому ставят особенно вот в северных регионах там у многих стоят подогреватель двигатель у нас на старой машине подогреватель стоял поставил тоже и когда мы эту машину ту машину продали двигатель уже больше сотни прошел ни разу его не перебирал двигатель вообще даже масло держал вообще нисколько как зальешь допустим и до следующей смены я даже масло вообще не доливал вообще замечательно нормально двигатель работал бы еще и работал и не знаю сколько бы еще работал поэтому при теплом двигателе трение она уже не такое сильное как при холодном двигателе когда там поршни кольца в цилиндрах движутся это вообще короче ужас так что ну и понятно что двигатель раз быстрее нагрелся и машине будет теплее уже завел и можно сказать можно трогаться тихонечко пока там мосты прогреются коробка ну вот для этого существует подогреватель двигателя того чтобы легкий пусков мороз увеличенный ресурс двигателя ну и понятно что жизнь ему короче продлить дольше вот как то так ладно пойду умоюсь попью горячего чайку а то что-то за задыбел маленько и займемся другой работой всем пока ну и и Субтитры создавал DimaTorzok